всем подписчикам привет говорят в очках нельзя да ну ладно солнце светит сегодня хочу вам показать автомобиль который постоянно спрашивают покажу вам довольно неплохой вариант расскажу сколько он стоит итак друзья это daihatsu hijet такой микрован в семью эти автомобили берут но не так часто в основном берут для работы кстати ребят подписывайтесь на instagram прикреплю на звание там намного больше автомобилей выставляя в историях ну и плюс там такой лично рабочий инстаграм итак данный автомобиль проверен соответствует аукционному листу он целенький никакому литье речь быть здесь не может очень редко не встречаются на литье эти автомобили обычные штамповки зимняя резина довольно довольно неплохая установлена 12 размер брызговички такие можно сказать самодельные 17 год 100 тысяч пробег внимание стоимость такого автомобиля на сегодняшний день довольно в неплохом состоянии 435 тысяч до раньше они стоили дешевле но что поделать не мы тут виноваты установлены ветровики и задние стекла тонированы он простой на веснах ну к этому сейчас мы вернемся вот такой вот косячок да вот есть на дверке состояние автомобиля снизу многие скажут то что он ржавый на самом деле нет то что увидели сейчас ржавчину это просто на подвеске не сам кузов боковые двери сдвижны с двух сторон обратите внимание состояние салона видно то что автомобиль такой но не зачуханный я вам скажу кто не знает вот это сиденье она убирается здесь японец придумал вот такую фанеру все вырезал тютелька в тютельку сейчас вам покажу колеса подарок я не знал то что они будут если честно был приятно удивлен до багажное отделение здесь есть кодки от этого никуда абсолютно никуда не деться ту фанеру поднимем то наверно будет все как новенькое сиденье складываем фанеру кладем все фанера встала колом никуда она не денется я уже не раз говорил своих видео да то что о шумоизоляции здесь никакой нет абсолютно никакой сзади есть ремешки такие автомобили бывают приходят знаете вот потолок крыша здесь реально высокий японцы используют это пространство то есть какие-то лотки сюда что-то вот придумывают как-то вот на полозьях что-то делают но японцы японцы конечно молодцы ребята очень объемное багажное отделение мы вот эта фанерка как раз скажем так служит нам перегородка до багажного отделения но если сложить сиденье положить фанеру на пол да то тут можно и спать и холодильник и печку и пол квартиры перевести вместо ну вот это вот лавочка я снимаю на телефон не буду уже до перелазить не перелазить камеру переправлять неудобно снимай ну как вам сказать вот вот как то вот так долго не высидишь здесь серьезно не просидишь ребят я уже забыл что такое весла об стекло опускается не до конца реально забыл что такое весла что тут еще можно рассказать сиденье передние тоже такие как вам сказать тоненькие да короче говоря рабочий рабочий автомобиль 07 объем пойдем посмотрим на двигатель сейчас еще раз расскажу и документы с автомобилем идут двигатель никто не мыл абсолютно никто как часы работает вот эти вот места у них постоянно козлицу да там прям до металла но вот здесь как-то еще более-менее нормально ключ тоже весла а вот эта сидушка тоже поднимается у нас фиксируется таким вот образом все раз фиксатор два фиксатор есть автомобили конечно где электрические стеклоподъемники руль обычный пластиковый будок крошка закрыть кондиционер работает час дня жарище невыносимости вот несколько дней на эти было так более-менее и опять вот это жара как не знаю как значит спинка у нас регулируется немножко необычном месте находится до сам рычаг то есть с левой стороны здесь идет то же самое ручник находится где положено есть прикуриватель это один из немногих автомобилей дальше корректор фар все привыкли видеть его с правой стороны здесь находится он с левой стороны автомобиль 4w4 воды включается у нас с кнопки нажали все 4 воды у нас училась но я слышу да то что вода подключилась все на рычажках я назову это так есть крутилки есть кнопочки есть климат-контроль здесь чисто все на рычажках обычная магнитола ручка моя но вот как раз вот место ручки а здесь есть подстаканник видели подстаканник здесь у нас тоже подстаканник выдвигается есть у нас бардачок кстати аукционник лежит здесь вот такие вот две два углубления я не знаю что туда можно пласть вот честно даже не знаю пластик ну чисто такой дешевый пластик рабочий автомобиль есть подсветка шумки здесь можно сказать можно сказать тоже нет так кое-как кое-как установил телефон итак друзья что вообще какие действия до чтобы заказать проверку автомобиля я еще раз вам хочу напомнить то что авито автору сайт у нас не актуальный я не говорю то что там вообще нет машин дают они там есть вот постоянные звонки а почему на авито машин ухты а почему на авито машины стоят на 150 200 там на 100 тысяч рублей дешевле ну как так друзья ну как машина может стоить на 150 200 тысяч дешевле но не бывает такого пути под заказ ну либо просто тупо развод все автомобили которые продаются в приморском крае все авто все продавцы что на вторник и зеленый угол что пробежные автомобили кстати пробежные автомобили я тоже проверяю проверяю любые пробежные беспробежные все выставляют автомобили на сайт трон точка ру раньше кто-то не выставлял по городу если такие машины на заднем стекле писали продается там автомобиль там цена и так далее тому подобное сейчас все на дроме зашли на дрон скопировали ссылку скинули мне я созвонился с продавцом договорился встреча вот все машину показывают оплачиваете проверка стоит две тысячи рублей друзья сегодняшний день планируется со вчерашнего вечера то есть если вы сегодня мне скиньте автомобиль вот например сейчас у нас час дня до 5 на 2 если я буду успевать его проверить сегодня я его обязательно проверим если нет то на следующий день ну собственно как я сказал сегодняшний день планируется с вечера днем вот машинки скидывают я вечером сажу составляет себе график составлять себе маршрут и еду еду проверяю автомобиль вы получаете 200 наверно плюс фотографии всегда по-разному получается но в основном это 200 это достаточно поверьте больше не надо ну меньше наверное тоже то есть полностью фотографируется автомобиль снимается видео днище ржавчина запуск двигателя холодная горячая сканер и все остальное ну более подробно уже по телефону вот и все вы получаете фото отчет фото видео отчет ватсапе и все это дублируется голосовым сообщением то есть я уже более подробно помимо того то что я буду рассказал видео я еще дублирую голосовым сообщением если вам что-то непонятно уже задаете вопрос ну как правило если автомобиль хороший человека все устраивает он уже перезванивает ему же с ним по телефону общаемся так многих волнует вопрос процесс перевода денег продавцу есть два варианта первый вариант вот сейчас на практике да то есть пару дней назад машину смотрели продавцу внесли задаток 5000 рублей все автомобиль не продается я сейчас пришел я взял документы на автомобиль сейчас вам покажу какие документы вы получаете отзвонился все там дим я возле машины документ у меня я все сверил он переводе деньги скидывает не чек продавец и со мной продает все денежку получил документ у меня продавец не отдает ключи из документов вы получаете но везде комплект из документов разных смысл один вы получаете с бк т.с. в кадре безопасности транспортного средства вы получаете выписку да так называемый птс здесь у нас все данные автомобиля вы получаете ложки это таможенные платежи вот и вы получаете копию паспорта продавца с данными документами копия паспорта продавца нет он мне но 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 многие просто не дают потому что тоже паспортов они идут материально заверены даже если вы не получите копию паспорта у вас вас пока т.с. и есть все данные продавца которые вам которые вам нужны в данном случае паспорт не просто вы я посмотрел в телефоне у него паспорта мне больше того по цапе я перешлю этот паспорт покупать все ну и опять же здесь тут у нас идет продажа под собственника продажа у собственника есть роспись грубо говоря там пустые договорят а вот четыре штуки дали плюс я на перегон автомобиля выписывают договор на себя да то есть чтобы доехать мне на транспортной компании потом я его потом его не будет я как бы стараюсь как вам сказать делать все правильно до чтобы не возникло там каких-то нюансов вот если машина привезена на юридическое лицо то там будет стоять кнопку у нас кстати машины которые растаможены написано дальневосточника здесь не устанавливается на юриков будет стоять обязательно было на все сейчас я поеду в транспортную компанию став автомобиль там будет договор с транспортной компании я буду отправить или будут все мои паспортные данные реквизиты транспортной компании и фамилии имя отчества получателя можно указать естественно номер можно указать там дополнительное лицо которая будет получать автомобиль отправляя вам договор также будет описано где там все косячки все вложения все это в описи будет указано и вы спокойно сидите ждете дома свой автомобиль но в любом случае вы будете связываться с транспортной компанией телефончики их не я вам даю это будет указано в договоре и транспортная компания при погрузке автомобиля на автовоз то есть они его загрузили они скидут вам фотографии просят вас оплатить вы переводите им деньги куда как переводите это вы уже решаете с ними либо там на счет им либо на карту ну проще на карту сбербанка я с продавцами сейчас сложно да по поводу перевода сбербанковского вот начал да вот по части перевода денег закончил вообще транспортная компания значит первый вариант это перевод на карту сбербанка деньги это вообще супер это просто очень отличный если продавец вдруг отказывается брать деньги на карту тогда берем продавца данные фамилию имя отчество дату рождения отправляем вам вы с наличкой именно с наличкой с наликом деньги сняли пошли в банк сделали перевод на имя продавца перевода вам дается пароль пароль скидывайте мне продавец без меня деньги не снимет мы с ним встречаемся в банке снимаем деньги только после этого я забираю но это вот я так им поверхностно рассказал кратко понятно то что уже более такая более подробная информация вот телефончику знаете что хочу сказать кондер работает нормально как я работаю у него здесь . находится я специально включил на ноги чтобы как бы ветер не дул не задувал да в принципе мне хватает понятно то что сейчас включен лица да еще лучше будет но тем не менее неплохо вот ну что он еще про автомобиль про этот рассказать сейчас посмотрим по месту по месту я уже говорил больше то наверное принципе и нечего я думаю там тактика технические данные друзья это можно зайти посмотреть уже непосредственно на дроме езда ручки ремешок сейчас пристегнемся вот и поедем аха вот видите как я по привычке дотянусь хочу спинку наверх поднять нету там спинки вот еще я минус нашел знаете какой зеркало здесь не регулируется вот мне надо сейчас зеркало немного подрегулировать об и вот сейчас будут туда сюда туда-сюда маловато вручную все делается и вот опять рука мне потянулась нажать кнопку чтобы закрыть стеклоподъемник а не тут то было так ну правая право вроде нормально так камера задняя видно не хватает вообще автомобиль он идет задок что-то где-то жопа пустая зимой упали ваназ назад к ездить реально палево кстати нахожусь авторы на камске на камске так называется ну это такое знаете старое название сейчас все более цивилизованно здесь раньше просто дядьки сидели здесь продавали в кута контейнер у кого-то еще что-то отстроили раз магазинчик поставили павильончик и вот здесь два магазина справа стороны гипер авто и шик поэтому 5 адрес 5 проходная 15 поэтому купить масла фильтра какие-то расходники вот сюда ребят приезжайте вот он гипер авто и шик на втором этаже вот в принципе в принципе все есть тут же напротив и автомойка и масла можно поменять все остальное парковка здесь платная 50 рублей по моему 50 рублей один час если вы что-то покупаете в магазине то ну я имею ввиду в либо в гипер авто либо в шик и вам дают чек на бесплатную парковку мне вообще вот гостевая карта на одну бесплатную парковку так вот опа отдали закрыли и поехали это откат на система назад нет неудобно я уже привык ездить да то есть где-то на пригорке стоишь где-то на пригорке стоишь машину тебя назад не катятся по динамике по разгону ну смысл здесь говорить если только сравнивать с кейкарами понятно то что тяжело но тем не менее вот потихонечку поперли такой метро нет уже уже 60 шумоизоляция да друзья болен отстает реально остается где-то по грунтовке будем ехать будет все слышно еще мне нравится то что по грунтовке когда на нем ездишь видишь его вот вот как подкидывает короче говоря как вам сказать неустойчивым дату стабилизации абсолютно никакой здесь нету поэтому поэтому по грунтовкам не гоняйте на таких автомобилях ездил я как-то на рыбалку на таком автомобиле вот за счет того то что он 4 воды база короткая он он реально едет плюс он легенький такой то есть был x-trail 30 кузов и был хайджет вот хотите верьте хотите нет его было намного проще чем x-trail прям реально намного проще сейчас едем время такое специально выбрал чтобы чтобы пробок у нас не было вот так ну что наверное сегодня будем заканчивать вот такое вот получилось видео нужна помощь приобретение автомобиля всегда говорю звоните пишите обращайтесь телефон у меня один указан под каждым видео в описании канала всем огромное спасибо за комментарии за лайк за дизлайк всем пока